всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот сегодня моё видео будет посвящено тому как и чем заточить рыболовный крючок на сегодня у нас понедельник мы хотели бы с друзьями сегодня поехать у нас открыть первую рыбалку скажем так открыть рыболовный сезон на первую рыбалку по нашей информации мы уже получили что горные речки у нас открыты и можно более или менее уже в определенных местах уже рыбачить верховья там еще стоят но внизу их можно уже там поплавать порыбачить ну там половить ленков тайменей в принципе сейчас все это должно подниматься на нерест и по моему пока еще запрета нет успеть еще половить немножко рыбки но погода у нас в хабаровске моментально вдруг испорт испортилась это наверное она узнала что мы на рыбалку собираемся и за ночь у нас навалило снега я на улицу не выходил сегодня еще но не знаю так на вид смотрю в окно наверно там сантиметров наверно 20 есть а то и 30 хотя в снега в этом году было очень много за сколько времени я нахожусь на дальнем востоке это уже более чуть более 20 лет я еще такой снежной зимы никогда не наблюдал по моему тут наверно три годовых нормы зимних выпало снега за этот год и валит и валит и вот еще по моему чуть-чуть он снежинки тут летает то есть погода нам принципиально не дала съездить порыбачить ну ладно мы все равно когда-нибудь съездим вот и сегодня поговорим как можно наточить крючок так тут однозначно все рыбаки знают как не крути как ты не рыбачь на какой скажем так там почве дам основа дно водоема все равно крючки тупит ступится однозначно либо это будет песок да там к примеру песчаный пляж вы кидаете приманки либо это будет горная река камни все равно однозначно но все тупится вот я вам попытаюсь часть вкратце как бы объяснить не то чтобы тут объяснить рассказать как можно заточить крючок для этих целей продают специально скажем так точилки для крючков разных всяких брендов я в свое время крутил вертел ну и вот могу вам представить что самая оптимальная точилка или за . как ее правильно даже не знаю назвать ну и самое удобное это вот бренда owner вот такая вот коробочку я ношу эта точилочка у меня уже давно вот видим здесь есть у нас такая даже картинка как правильно наточить вот крючком и жалом вперед направление движения также здесь вот видно показано что с изгибом сторона это для крючков загнутым жалом для прямых с прямым канавка да вот давайте достанем и посмотрим вот из себя она представляет вот такой внешний вид это точилочка одна сторона у нас изогнута имеет внутри вот такой паз для крючка другая сторона у нас прямая и внутри тоже имеется паз она у нас двухцветная это точилка вот в принципе если взять посмотреть какой она зернистости стой или с этой стороны я вот понять не могу скорее всего вроде как на взгляд мои ощущения на пальцев одинаково даже там эти зерна меньше чем на шкурке то есть вообще прям не чувствую если даже кожа тереть не такое ощущение что даже ничего не цепляет вот ну на практике когда я точу то в принципе разница между сторонами вот за при заточке есть по моему вот это вот более тонко подтачивать а вот это вот более грубее белая но это по ощущениям по моим хотя на взгляд я их не отличаю они полностью как бы что белое что вот это фиолетовая сторона не одинаковая вот вот для примера я взял вот такие вот большие тройники чтобы было видно то есть как это выполняется я вам сейчас однозначно не скажу на инструкции написано так многие могут показать так not как вот они не показывали по инструкции вот это вот канавкой я лично почему-то она мне как-то не легло в руку то есть получается это все индивидуально кому как нравится кто как точит тут так пусть и точит лишь бы у него получалось хорошая острая за . вот а как вы будете точить мне кажется это уже не принципиально моей практике когда я только начинал рыбачить на спиннинг я с собой возил на алма алмазный напильник и и затачивал строго только с одной стороны то есть вообще вот только с одной стороны вот так вот я ложил подтачивал смотрел что о острой да и рыба ловилась и меня это удовлетворяло сейчас уже чуть чуть делаю по-другому конструктивно вот эта точилочка очень удобно потому что некоторые фирмы делают так что вот у нее есть вот эти пазы до сверху но вот внутрь поджало не не подложить не заточить здесь мы видим она выполнена плоская такая как маленькая шоколадка ее можно подложить вот так вот до заточить можно и так можно и так можно и вручную это дело как-то вот подогнать то есть движение видите можно придумать вот сколько угодно понимаете очень удобно конструктивно она мне больше всех понравилось вот это вот точил очка то есть not смысл такой уже опишу как завод изготовитель рекомендует они вот прямой стороной вот этого да есть канал очка это для крючков с прямым жалом вставляется вот так крючок и почему-то на себя вот так вот вот такими вот движениями производится в этом пазу за . я так пробовал не все крючки сюда идеально попадают иногда приходится это туго вот как бы чуть-чуть вот так вот увеличивать чтобы хочу это зацепило кончик жала но это кому как в руку ляжет обратная сторона с изгибом это как они рекомендуют служить для заточки крючков вот с таким вот загнутым жалом типа коготь вот мы видим на вот такое изогнутая жало вот и тоже рекомендую тут таким вот образом об об и об точить в чем мулька я сильно не вникал скажу и не понял этого движения то может быть когда на выходе сюда она уходит а на изгибе наверное когда начинаете поднимать тут наверное в какой-то момент происходит вот наибольшее соприкосновение за . ну вот это так рекомендует нам этот бренд по своей инструкции точить вот таким образом крючки я лично точу всегда вот так когда вот только крючок новый ни разу не точен и и только-только затупился да только первая стадия его затупление идет я всегда его подправляю в одном направлении я подкладываю снизу вот так поджала угол делаю очень маленький наверно всего там градуса 2 то есть очень-очень маленький угол и почти не надавливая вот даже от угол почти нулевой ставлю такой и чуть-чуть легкими движениями вот вот буквально об и все хватит другое так вот подкладываю чуть-чуть меди так вот ход даже не надавлю вот видите на точу кисрая черные следы остаются на белое видите вот подтачиваются не знаю видно или нет но вот черный след остается . чуть-чуть как раз и все так снизу подгоняем кто всяких снизу подправляю чуть-чуть и все вот они уже вот видите вот есть уже в кожу уже впивается вот видите уже более чем достаточно потом когда он уже тупится более сильно да то конечно вот таким легким под затачиванием под направлением таким уже это не будет помогать дальше уже приходится прибегать более радикальным мерам когда уже здесь и видно что уже такое пятно как гвоздик у шляпки на гвозде верни как шляпка у гвоздя тут уже приходится и уравнять уже вот такими вот движениями то есть все это выравниваться что там закомолилась до сверху снизу вот таким образом до по кругу и дальше уже более точно я уже подгоняю тоже сверху с небольшим углом потом с боков и соответственно снизу уже по всему кругу вот этими канавками что-то мне как-то ну не понравилось но это мое личное мнение может у меня крючки такие сюда не попадает потому что затачиваю я по факту этой точилкой только тройники то есть точить мне приходится только тройники да для блесен для воблеров там да ну и для всего что касаемо спиннинговой темы вот штука очень классно мне она очень нравится очень удобно как бы рекомендую цена ее на сегодняшний день что-то получается в районе до 10 долларов они у нас в хабаровске лежат можно купить вот очень-очень нужная штука потому что не заточенный тупой крючок при поклевке крупных мощных трофеев у которых еще и костяная большая челюсть это все происходит заканчивается сходом так что чтобы не было потери крупных таймений рекомендую вам постоянно следить и затачивать крючки в прошлом видео я вот вам рассказывал счет про такие вот кренки да про китайские вот он еще новый тут перетянутый вот постоянно у них приходится подтачивать крючочки дальше мне вот потом нравится вот тоже вот такой воблер хотя он тут по форме что-то больше уже нашит похож но за вот изготовитель его классифицирует или позиционирует как все таки тоже кренк вот тоже вам рекомендую очень дешевый очень уловистый кренка не вот у меня вот в принципе на одном уровне с подделкой на раполу стоят это у нас называется самбо 100 f это у нас фирма liberty либо youtube а то есть не знаю почему одинаковое название одинаковые окраски одинаковые воблер только не выпускается под брендом liberty youtube а ну вроде как liberty уже там как по моим слухам закончила свое существование теперь это все ведет и тума цена его в интернет-магазине можно купить грубо говоря там за 5 долларов тоже его небольшая цена и очень отлично работает по линку и по таймешонку просто бомбезно тоже недорогой очень уловистый рабочий такой кренк и самое главное что несмотря на его такие небольшие размеры вот видите наверное слышно как там шарики гоняет он обладает вот системой дальнего заброса там такие мощные большие шарики вот тоже только более глубоководный там от видно как сделана такая канавка вот вот он гоняет туда и этот такой небольшой крэнк летит на такие сногсшибательное расстояние ну просто как пуля можно сказать посоревнуется с любой железякой по своему забросу вот из-за этого он тоже нравится not ним будет у меня в основном друг потому что не спиннинг тестом выше чем у меня у него нету лайтового спиннинга от этого он пользоваться вот такими летящими крэнками у меня есть лайтовый лайтовый спиннинг мне хватает забрасывать такие вот кранки но тоже если будет возможность однозначно вам рекомендую тоже очень дешевый и уловистый воблер называется сам бастуя потом есть сам бас 400 вот более глубоководный есть еще глубоководный у них это так вкратце уже отвлекаясь вам рассказал вот всем спасибо за внимание кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал всем спасибо до свидания до новых встреч